Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня поблизости у меня оказалось одеяло, пледик точнее, поэтому звук должен быть очень и очень хорошим. И вот таким образом я, что называется, принарядилась, ну прям таки уже мое любимое слово, принарядилась с утра, хотя потом стало очень-очень туманно, то есть туман вообще не собирался рассеиваться, поэтому мне пришлось утеплиться. Похвастаюсь вам свитерочком, который купила на развалах на рынке, и хочу вам сказать, напомнить точнее, что если на улице прохладно, но даже если не прохладно, приподнимаем воротник, будем выглядеть более стильно. И хочу вам также показать помаду, которую сняли с производства, да-да, губы нужно вот так делать, чтобы, нет, не чтобы селфи сделать, а чтобы губы у нас были расслаблены, никаких заломов не формировалось. Эту помаду сняли с производства Guerlain, но она очень-очень хорошая, в итоге я утеплилась, в итоге я надела дубленку и поехала в Падую, и Падуя радует меня красная витрина, прямо-таки выхожу из машины, и первое, что вижу, это витрина моего любимого твинцета, потому что здесь очень красиво оформляют витрины, хотя сам магазин твинцет, у меня ничего из него нет, потому что, ну как-то вот вещи мне пока не приглянулись, чтобы переселить их в свой собственный гардероб, но витрина прекрасная. Total красный лук, и очень красиво, здесь мне нечего добавить, единственное, что камера не передает, что здесь все-таки разные оттенки красного, брюки, блузка и пальто, они разного цвета. Ну и другая уже весенняя витрина тоже меня очень порадовала, потому что это мой любимый, точнее один из любимых стилей, который очень хорошо и классно смотрится в повседневной жизни, это морской стиль. Пожалуйста, золотые пуговицы, здесь мы видим даже золотой ремень, полоски, белый цвет, либо темно-синий, либо черный, как основной цвет, который компонуется очень хорошо с золотым, либо с белым, и вуаля, наш морской стиль готов. Это витрина Пинко, я показываю вам, хотя не очень видно, да, здесь я показываю вам золотые пуговицы, это снова витрина уже весенняя, и золотые пуговицы, так же, как и по осени, не теряют своей популярности. А до этого я показывала вам брючный костюм, брючные костюмы лично мне очень нравятся, и я думаю, что они будут снова популярны. А сейчас я нахожусь внутри магазина Пинко, где мне разрешили снять, я аж удивилась, растерялась, и в итоге мало сняла. И вот такое платье, я показывала, что платье из тюля, либо юбки из тюля, я себе присмотрела для того, чтобы носить с худи, либо с фельпой, с толстовкой получается, потому что я очень люблю пышные юбки, а-ля балетные юбки. Были два платья двух цветов, мне, конечно же, понравился розовый, потому что он поближе к красному, но очевидно, что вот такой оливковый мне, наверное, больше подойдет. В итоге я приложила, даже мерить не стала, но вот в это платье я влюбилась, я видела его еще на витрине, и вы помните, наверняка я вам его показывала, я очень люблю маленькое черное кожаное платье, но меня смутило то, что это эко-кожа, поэтому я вышла без покупок. Субтитры сделал DimaTorzok Действительно красивое лицо, удлиненные волосы, посмотрите, стройная фигура, и выглядит она абсолютно молодо и не старше своей дочери, совершенно точно. И могу сказать, что сегодня я засняла очень много вот таких бабушек, которые, ну, на самом деле, бабушками совершенно не выглядят. Все, весь видеоряд не войдет отснятый именно в этот ролик, так что не пропустите следующее, ближайшее, потому что именно там я смонтирую и включу эти кусочки. Сегодня было очень много гуляющих мам, посмотрите, вот, пожалуйста, снова пример, как можно выглядеть, одевшись на прогулку, надев пуховик и одевшись на прогулку, надев пальто, не отказав себе при этом ни в комфорте, ни в тепле. Безусловно, пальто это легкий, очень легкий способ, доступный каждой моднице, чтобы выглядеть красиво и элегантно. Заканчиваю монтаж еще одного видео, стрит-стайл слегка за 50, и без сомнения, эта героиня войдет в ближайшее видео. А это наглядный пример кадра, когда ты не знаешь, ты не знаешь, кого снимать, потому что действительно часто бывает, ну, так много вокруг тебя хорошо, классно, стильно одетых людей, и ты не знаешь, как выбрать, кого выбрать, чтобы заснять, потому что очень часто из трех стрит-стайлеров мне приходится выбирать только одного, которого я снимаю. Случай, когда ты успеваешь заснять только со спины, но эту героиню мы уже видели, и она тоже попадала в стрит-стайл слегка за 50, в тот раз на ней было что-то леопардовое, и эти белые волосы, которые невозможно забыть, и тоже она стояла рядом со своим велосипедом и разговаривала по телефону, возможно, многие вспомнят. Ну что ж, дорогие модницы, в любом возрасте нужно себя вот так чувствовать и ощущать, посмотрите, посмотрите, это прекрасно, на самом деле, в любом возрасте нужно останавливаться перед витринами вообще, и витринами нижнего белья в том числе, а не покупать себе трусы, хвшечки, ну, сами знаете, где, на рынке, по спеццене, три штуки по цене двух. Витрины с бриллиантами нужно также тщательно рассматривать в любом возрасте и в любом настроении, потому что ты никогда не знаешь, когда тебе поступит вопрос, что ты хочешь на 8 марта, либо на день рождения, ты всегда должна быть готова, всегда должна точно знать, что попросить, если вдруг найдутся желающие тебе что-нибудь подарить. Да, вот такой среднестатистический день и среднестатистическая картина у ювелирного магазина, на самом деле, я поняла, где мне стоит снимать своих героинь, это парикмахерская, рядом с парикмахерскими, и также рядом с ювелирными магазинами обычно видишь очень много красиво и интересно одетых женщин. Не знаю, дорогие зрители, как вас, меня эта музыка, так умиротворяет, что я прямо-таки боюсь врываться со своими комментариями, а хотела я сказать, что, на самом деле, давайте вот к этому образу, вот таких образов очень много, и они меня привели к мысли, на самом деле, мне поступил очень интересный вопрос, Яна, а как одеваться в 29 лет, не могли бы вы отснять стрит стаил для 29-летних? И очень часто поступает вопрос, как одеваться мамам маленьких детей. И вы знаете, я поняла, что очень сложно отснять стрит стаил для 29-летних, потому что плохо 29-летние одеваются. И я стала размышлять, снимая своих героинь, почему те, кто постарше, выглядят классно, стильно, а те, кто помоложе, ну, действительно, прямо-таки, ну, как все, все одеты. И есть у меня идея на эту тему, в ближайшее видео я как раз-таки и сниму на тему того, а здесь я нечаянно нажала на кнопку замедленной съемки, так что у нас будет несколько очень медленных кадров. Так вот, я расскажу вам, и на мой взгляд, я очень-очень права, почему молодое поколение одето вроде бы хорошо, вроде бы классно, но чего-то не хватает. Скажу конкретно чего, возможно, многие смогут взять себе на заметку. А хотела я прокомментировать-то другой образ. Мне аж пришлось назад отмотать, потому что я забыла, какой образ я хотела прокомментировать. А вообще посмотрите, какой интересный кадр, не знаю, может быть, мне все время так снимать. Посмотрите, как красиво и достаточно четко. Это так называемая функция замедленной съемки, знаменитая, которой я никогда не пользовалась. И на самом деле, вот только сегодня открыла себе, что да, очень даже красиво и да, почему бы нет, для каких-то кадров можно использовать. Так вот, я хочу прокомментировать вот этот образ и могу сказать, что такое пальто-плед очень и очень популярно. На мой взгляд, это было предложено нам Макс Марой пару лет назад, точнее пару сезонов назад. И до сих пор популярно такое пальто. И вообще пальто не из драповой, не из пальтовой ткани, а пальто... Как интересно, какая интересная съемка. А пальто как раз-таки из шерстяной ткани, как будто бы очень плотный кардиган, удлиненный кардиган. И где имеется вот такая бахрома, как на пледе, это то, что я часто вижу на итальянках. Не могу сказать, что мне очень нравится, но должна констатировать, что выглядит интересно, обращает на себя внимание совершенно точно такое пальто. Ну что ж, я нашла наконец-то нужную кнопку, по всей видимости обнаружила, что я не туда нажимала. Засняла вам кадр, как убирают за собачками, потому что тоже часто возникает вопрос, Яна, где мусорки? И как убирают за собачками? Вообще, что с ними делают, когда заходят с ними в магазин? Честно, я не знаю, что происходит, когда с ними заходят в магазин, но за собаками убирают совершенно точно на улицах, если это случается. Есть специальные пакетики, в общем-то берешь и собираешь, и выбрасываешь в ближайший мусор. А здесь хотела вам показать красивая сумка, на мой взгляд. Я бы, конечно, надпись Prado убрала, а сумка очень красиво сделана, в белом варианте мне в особенности понравилась. И могу сказать, что я этим летом, точнее, прошлым летом на пляж ходила с ведерком, самым обычным, пластмассовым. И я оценила удобство сумок ведерок, потому что действительно очень удобно. Если у вас еще нет белой обуви, белых балеток, пожалуйста, обзаведитесь ими, присмотритесь к ним, потому что универсальная обувь. Ну и если вот такого головного убора у вас тоже пока не имеется, тоже желательно к нему присмотреться, хотя бы дома носить, развивать в себе фэшн смелость, уверенность и, в общем-то, различные полезные качества. Ну что ж, дорогие зрители, каблук набирает популярность, а леопард ее не утрачивает, леопарда очень много, так или иначе он встречается. Увидимся очень скоро на ближайших стрит-стайлах, я же сейчас на этом с вами прощаюсь, желаю всем фэшн смелости и классно себя ощущать на вашей личной фэшн-волне. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скорцова, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok